В моих руках находится то, что не нуждается в представлении. Это та самая карманная игрушка, которая сводила с ума детей из 90-х. В этом видео мы перенесемся назад в прошлое и узнаем подробнее о создании этой игрушки. Смотрите это видео до конца, ведь в конце ролика мы разыграем этого тамагочи. Лихие 90-е обернулись для России немалым количеством невзгод. Но те, кому сейчас за 30, наверняка с теплотой вспоминают те времена. И не только потому, что еще не нужно было ходить на работу и думать о завтрашнем дне. В 90-е на постсоветское пространство хлынула целая волна новых и удивительных игрушек. От конструкторов лего до игровых консолей и портативных гаджетов. Среди последних безоговорочно лидировали два устройства. Так называемый брикгейм, в простонародье прозванный Тетрисом. И конечно же тамагочи. А все началось с того, что создатель этой игрушки вдохновился одной трогательной историей. О маленьком мальчике, которому запретили брать свою черепашку в путешествие с родителями. Тогда у японца и возникла мысль, как здорово было бы иметь у себя в кармане электронный аналог. С этой задумкой он обратился в знаменитую компанию Бандай, где когда-то работал сам. И идею как ни странно одобрили, хотя первоначальный концепт сильно отличался от той игрушки, которая в конечном счете попала на прилавки. Например, тамагочи сначала рассматривали в качестве аналога часов, но компания посчитала затраты на производство слишком большими. Возможно, кто-то очень сильно сейчас удивится, но оригинальная игрушка тамагочи не продавалась в России. В основном на прилавках можно было встретить китайские аналоги, работающие по схожему принципу. Из-за этого возникло расхожее, но ошибочное представление, что тамагочи это просто брелок с пиксельным зверьком. Мышкой, кошкой, собачкой или даже цыпленком. Но на самом деле все кроется в его названии. Слово тамаго переводится как яйцо. То бишь, оригинальный тамагочи обязательно должен быть в форме яйца. На деле же оригинальная игрушка имела форму яйца, из которого вылуплялся пришелец тамагочи. И да, компания Бандай сочинила ироничную предысторию, согласно которой некто по имени Айадзити напоил родную планету инопланетян так, что та стала непригодна для жизни. Поэтому тамагочи ничего больше не оставалось, кроме как сесть в НЛО и отправиться на поиски нового места жительства. Но давайте вернемся ближе к делу и поговорим про сам функционал тамагочи. Собственно, оригинальный тамагочи был оснащен всего тремя кнопками. Выбор одного из восьми пунктов меню, подтверждение и отмена. И в отличие от дешевых китайских аналогов, владелец игрушки не получал никакого зоопарка в свое распоряжение, а лишь только одного питомца. И на старте компанию ждал огромный успех. Повальная тамагочи мания привела к появлению ряда альтернативных вариантов. С другим оформлением и иными зверьками не обошлось, конечно же, и без версий, рассчитанных на тот или иной пол. А затем и вовсе последовали игрушки, которые можно было соединить друг с другом для получения потомства. Уже чуть позже последовали версии с экспортами для беспроводного обмена данными. И тут можно только с грустью сказать, что возникшая в нулевых изобилии успешных портативных консолей, не говоря уже о мобильных телефонах, очень сильно ударила по популярности карманных игрушек. Но нет, тамагочи как производились, так и производятся. Включая более продвинутые варианты, например, игрушка в форме тех самых часов, которые изначально и задумывалось. Но, как гласит классика жанра, у любого успеха есть обратная сторона медали. Поскольку тамагочи был ориентирован на школьников, а детская психика часто нестабильна, не обошлось без казусов. Кто-то буквально замыкался в себе, повсюду таская с собой игрушку и не замечая мира вокруг. Также, что опасно, терялась концентрация. Засмотревшись в экран, ребенок мог запросто перейти дорогу на красный свет. К счастью, хотя бы шокирующих историй об этом было совсем мало. Правда, подлить немного масла в постепенно разгорающийся огонь все же смогли жители Англии. А точнее их дети, принявшиеся хоронить виртуальных питомцев на кладбище домашних животных. А в российской прессе конца 90-х годов нередко можно было встретить резко критические статьи, в которых очередной детский психолог предупреждал родителей о возможных психических расстройствах, якобы вызванных тамагочи, ссылаясь на риск эпилептических припадков. Так или иначе, популярность игрушек была настолько огромной, что все эти нападки не вызвали особого эффекта. А по состоянию на 2017 год во всем мире было продано свыше 80 миллионов экземпляров, которые в общей сложности принесла Бандай почти миллиард долларов. И это еще без учета подделок, если их добавить, то показатели можно смело умножать на два. Хотя с момента появления тамагочи на свет прошло уже без малого 25 лет, ключевые механики этой игрушки по-прежнему находят свое отражение как в мини-играх, так и в отдельных проектах, многие из которых добились огромного успеха, например, как MyTelkingTom. Тем самым этот карманный зверек завоевал местечко в сердце у каждого ребенка 90-х. А из-за своей высокой цены эта игрушка сейчас совсем не востребована. Зачем покупать тамагочи за 15 тысяч, если можно купить ребенку телефон? Ну или же Xbox. Xbox One, да? Можно купить. Ну вот. Или любую другую приставку с авито. А для того, чтобы получить этого карманного зверька, вам нужно выполнить несколько условий. Поставить лайк, подписаться на наш канал и оставить комментарий под этим видео, где вы расскажете свою историю о томагочи. А результаты розыгрыша мы объявим на стриме. Всем спасибо за просмотр и всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok